В свои полномочия вступил новый директор Севастопольского военно-исторического музея-заповедника. На должность назначен бывший советник председателя Российского военно-исторического общества Александр Викторович Барков. Об этом в среду официально сообщила пресс-служба федерального учреждения, объединяющая музейные комплексы двух оборон нашего города. Александр Викторович работает в сфере культуры с 2013 года. Прошел профессиональный путь от начальника отдела до директора Департамента управления делами Министерства культуры России. В 2018 году был назначен исполнительным директором Российского военно-исторического общества, говорится в сообщении. Ранее должность руководителя Севастопольского военно-исторического музея-заповедника занимал Николай Мусиенко. Наиболее масштабным проектом за время его управления стала реконструкция исторического бульвара, которая началась в 2018 и должна была завершиться до 2020. Стоимость оценивалась в 500 миллионов рублей. Заказчиком выступало Министерство культуры России, объявившее летом прошлого года о срыве сроков. Напомним, Севастопольский военно-исторический музей-заповедник включает мемориальные комплексы Исторический бульвар, Сапун-гора, Малахов-Курган, Свято-Владимирский собор, усыпальницу адмиралов, Дом-музей Севастопольского подполья и Культурно-выставочный центр, здание бывшего кинотеатра Украина. В этом году музей-заповедник отметил свое 60-летие. Субтитры подогнал «Симон»